Вчера встречался с мужчиной, который покупал все мои курсы про деньги и за несколько лет вырос в 10 раз. И у него офлайн бизнес, и у него еще трейдинг. И тут вопрос по трейдингу. Вопрос, почему не получается в трейдинге зарабатывать много? То есть, с одной стороны, в офлайн бизнесе вообще все наладили, все прекрасно, все делегировали, все там пошло, все движется, завод строится, деньги идут, все прекрасно. В трейдинге не получается. Хотя в трейдинге хорошо разбирается, в трейдинге есть очень большой потенциал, но в трейдинге никак не получается зарабатывать именно большие деньги. Я его спрашиваю, ну расскажи мне немножко про трейдинг, для того, чтобы мне понимать вообще суть ситуации, для того, чтобы мне услышать, какие установки мешают зарабатывать именно в трейдинге. Консультация длилась всего 15 минут. Ну то есть за 15 минут можно найти 2-3 установки, которые точно будут мешать. И так он начинает рассказывать. Он говорит, смотри, в офлайн бизнесе, когда я работаю, то я помогаю и себе, и окружающим, и офлайн бизнес, это вообще прям благо для всех. А в трейдинге получается, что я никакого блага не создаю для всех в трейдинге, я создаю благо только для себя, и я вот эти деньги зарабатываю, и потом уже эти деньги тоже готов реинвестировать вот в эти деньги в офлайн бизнес. Казалось бы, да, но ничего такого не сказал. Но даже одной вот этой фразы мне достаточно для того, чтобы понять, какая установка у него сидит. Я решила ему сразу установку эту не говорить, начинаем копать вместе с ним. Я говорю, давай, ты умный мужик, сразу сейчас все поймешь. Давай копать. Я говорю, получается, что когда ты работаешь в офлайн бизнесе и создаешь благо для всех, то ты хороший, все классно, здесь у тебя все отлично. Давай теперь копать другую ситуацию. Когда ты занимаешься трейдингом, то получается, что ты деньги зарабатываешь для себя. И получается, что когда ты деньги для себя зарабатываешь, или люди, давай еще, говорю, больше копыкнем, получается, что люди, которые зарабатывают на себя и только для себя, то это какие люди? Он говорит, ну как, это люди, там, не знаю, говорит, лодыри, лентяи, там плохо, ну, короче, не создают никаких благ для общества и, там, не знаю, идут в разгул, что-то там начинают с этими деньгами делать, тратить на себя всякое разное. Он говорит, ну ты пойми, я говорю, правильно, я-то хорошо, в принципе, трачу на себя, там, внутренний ребенок, у меня все в порядке, потому что он проходил мои курсы, он все знает тоже. У меня, говорит, там все в порядке, у меня с отдыхом, базовые потребности все закрыты, там, девушку обеспечиваю, все прекрасно, ну, то есть вообще все-все есть. В ресторанах хожу, там все кушаю, все отлично, все здесь закрыто, никаких потребностей, которые вот срочно, там, что-то нужно, такого нет, внутренний ребенок доволен. Но стоит какая установка, что еще раз, вот когда я буду здесь зарабатывать большие деньги, я, получается, их буду зарабатывать себе, то есть себе, для себя, понимаете, для себя, то это уже плохо, то я становлюсь тем человеком, который разрабатывает для себя, могу пойти в разгул, могу потратить вообще там все эти деньги, и я не создаю никакого блага для общества на трейдинге. То есть вот прям, еще раз, услышите прям вот эту вот установку, я не создаю никакого блага на трейдинге. Вот первая, еще раз, вот эта часть, которая оффлайн бизнес, она создает благо, а трейдинг не создает благо, и я, получается, вот здесь плохой человек, и если я еще и больше денег начну зарабатывать, то я буду еще худшим человеком, потому что я же эти деньги, там, блага никакие не создаю, понимаете, а я их себе беру, эти деньги. И он начинает как будто бы оправдываться, он прям добавляет сразу, он говорит, но я же потом эти деньги возьму и реинвестирую в бизнес, который принесет благо для всех, понимаете. Ну, то есть вы слышите, вот я надеюсь, вы прям слышите вот эту тонкость, что идет очень сильное осуждение и людей, которые зарабатывают на трейдинге, и людей, которые зарабатывают на себя, и которые не дают никакого блага для общества. И вот эта вот очень сильная установка мешает зарабатывать именно вот в этой части, в трейдинге, понимаете. То есть вот эту вот установку убираем, дальше уже просто пошла работа, ну, то есть вот дальше идет внутренняя работа, вот эту установку убираем, внутренний конфликт убираем потому что иначе еще раз он сам станет тем человеком который зарабатывает большие деньги и который не приносит благо общество никакого с помощью трейдинга ну то есть трейдинг же ничего не создает это продажа акций туда-сюда а денег там очень много и вот таких ситуаций очень много каких-то тонкостей много то есть у каждого стоит какая-то своя история за большими деньгами поэтому описать все вот эти кейсы невозможно но вот на примере таких кейсов я надеюсь вам полезно слышать про деньги полезно слышать вот эти вот установки которые в голове которые мешают расти именно с точки зрения психологии если вам интересно что вам мешает зарабатывать большие деньги подписывайтесь на мой телеграм-канал записывайтесь на бесплатную денежную диагностику ставьте лайки ромашки колокольчики подписывайтесь и делитесь этим видео с вашими друзьями знакомыми на сегодня все с вами была арина дель соль всем ромашек